Советский сын Советский сын Советский сын Советский сын Советский сын Субтитры подогнал «Симон» 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 срали мечту а мы продолжаем атомный хер так надеюсь я сегодня буду более собранный ты хоть и не то чтобы сильно готовился проверка целостности игры привет назад господи что это мундфиш что-то мне это напоминает как называлась компания которая делала тыкалки поиск предметов мундфиш это же смесь двух фирм блин из big fish а есть до youtube видно привет а есть мунд что-то там а и это вот прям смесь этих двух фирм получается тоже какой-то фиш нет не фиша какой-то мунд я вспоминаю а big fish games есть артифлекс мунди блин вообще не то но мунди же да мунди вот когда артифлекс мунди и big fish объединились получился мундфиш и они стали клепать три пола и проекты ладно окей не то совет от хроза не подгрузился а есть не создавайте для себя проблем интересно почему здесь все такое зеленое отличное место для сейва честно говоря я не здесь собирался продолжать путь я там просто немножко вперед так проскакал а может быть вот это вот си семенной архив на минуту раньше сейф может быть это он давайте загрузимся сюда это тот случай когда ты хочешь закончить игру как бы хочешь просто ломануться вперед а тебя внезапно сохраняют вот просто вот хотел глянуть что там будет там потасовочку потратил ресурсы похрен потом начну заново от тебя сохранили добрый вечер вот тебе советский совет советский совет страна советов а ну в общем как минимум вот-вот сейф ручной есть 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 доступ разрешен ну естественно доступ разрешен доступ к леоноре есть всегда так нужно изучить что мы можем качнуть в принципе 91 нейроперчатка генерирует электромагнитный заряд переключиться на крафт а зачем мне здесь переключаться на крафт переключиться на навыки а это кстати вполне себе удобно окей хорошо так далее электризация удар шокером электризует противника что это дает продолжает его коцать усиленный модулятор больше урона тесно тут еще любую ветку можно прокачивать или желательно выбрать только один путь электромагнитный блок получает улучшение позволяющий увеличивать дальность действия разряда кстати полезно либо сильнее либо дальше объемные кассетники для я так и не очень понял нет я понял потом что за кассетники они добавляют эффекты твоим снарядом получается как-то так патронизация укрепляет ваше здоровье я думаю стоит это сразу же взять поцелуй элеоноры был бесплатно в идеале вкачать все тут это реально хорошо фотонная ловушка повышение эффективности защиты костюма от лазерных а так только от лазерных 2 дыхание отличный уровень подготовки дает вам сил для выполнения дополнительного рывка ну пока рывок мне особо вроде бы не нужен ладно здоровье качнули полезно что еще может быть полезного прямо сейчас криогенная струя это у кого такая струя дать посмотрим мультик а мы увидели мультик про именно простужу до массовый телекеноса почему же он такой массой дорогой телекинетический блок нейроперчатки получат модернизацию позволяющая брать а то есть мы уже умеем брать захват всех противников в определенном радиусе перед собой захваченные противники поднимаются в воздух и удерживаться там в течение определенного времени отмена или окончание воздействия приводит к падению целей а полезно подожди а как вообще это работает как не переключать шокер на телекинез наверное для этого есть отдельная кнопка просто нет вопрос в удобстве использования вспоминаем bioshock там было отвратительно с этим но с другой стороны логично они попытались разложить все по цифрам плюс-минус так я например предпочитаю телекинез то есть если выбирать между строй и телекинезом иначе долгое время все будет слабовато но вот как бы да да надо что-то выбрать надо что-то выбрать и пользоваться им не говоря о том что переключаться например неудобно полимерная струя а подожди я сейчас вот с этим кассетник перепутал до полимерная струя как раз вот она обволакивает противника какой-то херней который можно поджечь заморозить и так далее я думаю этим и пока страдать не будем полимерный щит дайте посмотрим мультик полимерная сфера проклятый капиталист с оружием всегда говорим мы насилию нет привет алекс жесткий конец класс так имеет смысл на самом деле защищает от воздействия рукопашных атак и оружия дальнего боя не защищает от особо сильных атак то есть вообще щит щитом хорошая штука может быть возьмем энергии персонажа удельная энергоемкость остальное дорого да насколько я понимаю получение энергии от потерянного здоровья это нормально что я сейчас не понимаю про какой энергии вообще идет речь у нас что есть мана пока используя шокер у меня просто идет кулдаун что за энергия здесь имеется ввиду ну да ладно вот пузырь это имха полная херота да не нужна эта защита кажется довольно универсально и приятно окей но вполне возможно ну пока не знаю пока кайфовый шок с другой стороны может быть я почути реки нас массовый кстати говоря в чем массовый товарищ вы не охуели а по моему это видели да да собачка жесть пока в тысячи те ты не можешь атаковать вот вот я думала если такая фигня но в описании об этом не написано я думал да это действительно может быть неудобно телекинез а и а даже так почему об этом опять же там не написано я думал выбранный противник взлетит вообще массовый телекинез звучит очень интересно вполне себе влетел в толпу поднял и расстреливаешь я играю за танков люблю такие штуки обычно ok написано массовый написано массовый а в описании не написано захвачены противники поднимаются в воздух захвачены я думал в прицел там телекинез и шокер пока звучат интересно стужа ну такое себе полимерный бросок тем более на щит скорее всего тогда рассчитывать пока не будем по крайней мере по первости потом может с ним побалуемся если нас будет время вот энергии персонажа непонятно короче я подумал насчет шока и телекинеза второе дыхание пока под вопросом скользкий тип паркур вы обучены группироваться при падении с высоты избегая урона щеки не регенерирует ваше здоровье аватар способа сопротивление к элементальным урон да что ж такое-то шокер важно так как он есть сида ему не нужен заряд только кулдаун а вот оно в чем дело в принципе а грудь чё за какой энергии речь шокер энергия не нужна ладно разобрались плюс-минус еще раз сайванемся качать топор пока не надо пойдем потихонечку здесь был какой-то крик о котором я прикола не понял если здесь что-то полезное смогу ли я докуда-то допрыгнуть вообще интересно хрен что это было что-то подобрал твоей да что мне так глаз чешется хрен а то там наверху как бы чё то есть типа а да ну конечно же паркур а я то ищу способ как наверх забраться мы же действительно такие хорошие лазать или повсюду ну ладно не залезешь цепляйся судя по всему балька цехе случилось раз герметизации производственных емкостей и произошла усечка экспериментального материала сейчас это только на путь есть какая-то страна то в управлении иногда я держа кнопку а или д не могу идти в бок надо ее пережать и с прыжком такая же фигня я не могу прыгнуть и начать двигаться вперед это наверное в плане реализма фуфло но в плане игры я вполне себе привык таким маневром иногда особенно если персонаж очень шустрый поэтому если я хочу прыгнуть вперед мне надо сначала начать двигаться и уже потом прыгнуть это надо держать в уме рыбки а а бля о стелсовое убийство а до я не понял прикола оказывается надо не нажать а тыкать 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 нет я понял что стелс есть да я об этом как раз просто вот именно сейчас вспомнил получили достижение полимеризации я вспомнил об этом и да это работает осторожно выход аэромашин что же это все-таки за показатель такой хорошо так и что тут у нас тут у нас нужно найти еще три ключа треугольник круг и ромбик да без этого она не заработает а это что-ли советские космические аппараты успешно достигли пяти наиболее важных с точки зрения будущей колонизации точек на поверхности лунного шара там где через несколько лет взлетнутся ввысь первые лунные города советские луноходы взяли образцы грунта и спешно доставили их на землю вскоре после этого аналогичные пробы грунта были взяты на марсе программа подготовки к освоению ближайших планет солнечной системы продвигается семимильными шагами память о самой первой лунной экспедиции некоторое количество грунта тех самых знаменитых первых в истории пробы лунного грунта было забавлено пять разных капсул их было решено сохранить для потомков в качестве памятника советской навыки субтитры не поспевают туториал стелса был самый первый локации ты там в одну комнату не зашел ну прекрасно а я думал я шатаюсь там где ни попадя а на деле недостаточно я там и шатался так а между тем здесь есть ромашка давайте-ка мы ее уничтожим он будет ее ремонтировать она исчезает как интересно она появляется ну класс дело не горит а куда она делась вот чё это сейчас такое было вообще ну взял я это в руки я думал я ее в руках уже нести буду а оно взяло и исчезло не нравится мне это чтоб пошел вон этой в билде можно подождать и снимать подлетающих пчел после 3-5 штук они перестанут полетать на ремонт и может входить спокойно а ладно пойдем видимо искать дальше да блин ну я не знаю если просто этот ключик взял пропал и заглючил то это отстой чертеж электро открыт чисто теоретически нам понадобится создавать предметы так вот он положил оказывается в карман вот эту вот бандурину все понятно окей я уже думал блин она большая оказывается она совсем небольшая леонора леонора вы меня впустите так я должна я должна была размеяться хватит и когда же это прекратится не переживай не переживай за таких мелочей милый я приготовил для тебя подарок обещаю тебе понравится тебе хоть из розетки жаль без тебя не справится леонора огонь конечно так собственно нам как раз и предлагают сделать электро ну давай значит сделаем создать правая кнопка мыши просто сюда да достижение ремесленник как как тут все плохо электро револьвер энергетическое оружие вместо патронов использует энергию перчатки через подключаемый привод а вот и ответ на вопрос про энергию это было круто ты можешь больше никого не убивать а ты постарайся поняла в билде можно подождать и снимать подлетающих пчел это я уже читал просто много текста я такой думаю типа чё это окей продолжаем путь продолжаем путь раз зачем этому больному психу понадобился ремшка для чего петро хотел взять под контролем леонор и зачем ему оружие а он хотел дерутся робот предатель понимал что подвергшиеся агрессию роботов сотрудники попытаются защищаться а солдаты охраняющие предприятия предпримут попытку получить более мощное оружие видимо побоялся что кто-нибудь наткнется на случайные пристрелят предателя концеррации вообще не может быть шкаф петров так и заполучил но алгоритм арианури оказались деформированы самым ужасным образом музяка что-то знакомо очень а это знаете это песни пятидесятых годов это правда странновато но я могу ошибаться да так так странная песня но у девушки очень приятный голос это радио будущего а именно так профессор лебедя в академии последствий разработал нелинейный эмористический алгоритм основан на принципах квантовой некоматативной математики это ты с кем сейчас разговаривал извините вам объясню проще в академии последствий рассчитывает музыкальные радио волны из будущего не прослушиваю это не машина времени из области фантастики круто собственно говоря это ответ на весь мой вопрос да внезапно игроки как выяснилось харжи те еще ты не представляешь сколько было воин насчет того что элеонора это неприлично мерзко какая гадость и т.д. странно блин чё это вдруг им бы в хайди поиграть я не знаю что одна есть а почему эти ключи еще и с образцами готов вроде заработал нахера это так работает ну не суть ромашка но он не малень чаще обращайтесь к ремшкову элеонора не забывайте изучать активные навыки и улучшать ваше оружие будем потихоньку пионерам на заметку помещение однако чувствуется сеченовский размах что это за место это архив семенного фонда сердце комплекса вавилов здесь хранятся образцы семян различных растений специально выгоденных для заселивания луны и марса потрясающие результаты уникальных экспериментов рискуют погибнуть музяка чё с ним ты в порядке товарищ блин мне его завалить или что возможно невозможно в принципе у нас полно аптечек давай как-то попробуем оп беди важный момент перезарядка энергии выполняется ближним боем а да подожди а куда мне все-таки сюда все-таки сюда шут а до хорошо сказал вообще это что а это же была туре лис портал да мы продолжаем сравнить игру бог знает с чем подожди кто палит боже как это плохо стреляет а это хрень двигается ну тогда это не турель конечно из портал а то есть вот у меня а щит хиви гово гейн пускай ремонтирует пофиг а у а и м м позже куда мы пришли откуда музыка вообще идет ну да ромашки снимать можно жопой к верху вот зафиксируйте в голове вот именно эту локацию вот с этим вот вовчиком я вам покажу ее в систем шоке 2 когда-нибудь так пистолет дробовик где а вот еще кто-нибудь а да факт вообще не туда куда хотелось бы а чё такие крепкие ребята охренеть я уже а ну да она же восстанавливает немножко совсем совсем немножко ладно жить можно ты на нормале играешь ну да такие бои приятные они 20 перезагрузок из-за смертей да такая вот норма удивительно что а ну естественно в дэв билде сложность hard потому что я проектировали после нормала наверно а что-то такое так к этому надо привыкнуть да ромашка 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 я пока не решил что делать да с ними вообще-то странно почему ромашки реагируют вот ты берешь коробку бросаешь ромашка реагирует на то что коробка брошена и двигается но не включает сигнализации увидев меня на включает сигнализацию то есть ничего страшного нет что там кто-то коробку бросил а это уровень тревоги слушать точно уровень тревоги ну лифт из портал 2 ромашки для меня приоритетом были вы проспал ромашку пришло 100 врагов логично здравствуйте что что это жопашник давайте попробуем через прокачать если будет такая возможность чертеж электро эми генератор интересно лиса подожди это вместо топора вообще это будет новое оружие что ли да вот у меня швед в данный момент урон 3 скорость без трех а посмотреть нельзя нельзя ладно бог с тобой лезвие стальное лезвие увеличит бонус энергии а вот при чем тут бонус энергии все теперь я понял да мощный удар круговая атака установлена круговая атака до электро урон кстати 4 лучше чем от топора странно бля быстро но слабая ну да добавляет специальную атаку увеличивает заряженный урон таблет специальную атаку энерго вампир можно сосать окей ствол ах вот как это работает так до меня дошло как это работает полимерный ряст отменьшает трату энергии циркуль рециркуляционный магазин а а то есть его можно поставить давай так мне не хватает чего-то круглого увеличивает урон а урон можно можно увеличивает скорострельность тоже не помешало бери топор уби хардкор да полезный вампиризм авто подзарядка авто оно автоматическое какое-то так уменьшает трату энергии ландой плюс-минус вроде бы неплохое оружие порубил топором пострелял энергией там что-то такое так что еще подожди пм это то есть пистолета почему так странно выглядит у нас штатная ствольная коробка дульный модуль компенсатор увеличит урон уменьшает отдачу вообще полезно дорого вообще нет урон эргономика разброс вообще стоит вот как то да без нужного рецепта у нас нет модификации будь то на ствол на магазин и так далее вот хотелось бы наверное электромагнитный поляризатор но дульный тормоз как будто бы не дорогой кассетник кассетный модуль собственно анимашка вообще нам ничего не показывает вот как раз кассетный модуль позволяет наносить тонкий слой полимера магазин прицельные возможности ладно пока что можно думаю разобраться в дэвбилде пистоль как раз в этой локи дают на халяву может даже не один выпасть так и дробовик пока мой приоритет что есть базовая рукоятка у нас уже стоит ствол так увеличение урона роботом увеличивает урон в принципе увеличивается скорострельность звучит неплохо не хватает ресурсов так и просто увеличивает скорострельность это нам все не надо кассетник ну по большому счету чё хочется найти нужный рецепт либо поставить модуль уже на пистолет шведа скорость заряда бонус энергии можно улучшить рубящий удар увеличивает бонус энергии да давайте мы это сделаем можно улучшить можно улучшить при получении урона во время атаки петр получает меньше урона вижу что мне прилетает в жбан заряжай круговую атаку это странно конечно нет тактически так не получится за рецептами в полигоны до них еще добраться надо и по идее ты можешь любой ствол разобрать на ресурсы включая траты на апгрейд без штрафов так что экс примите а д разобрать оружие звучит кстати странно она у меня в итоге пропадет совсем вот ну ладно пока особо короче не хочется скорость зарядки спецатаки кстати может быть может быть и звучит кстати недорого давай пока пускай будет так ну пока особо ничего не хочется вот кроме одного пламя гаситель для пистолета но пока думаю можно склада разбор вот кстати да капец вообще патрон для дробовика 11 штук и можно все оружие с собой не носить между прочим 7 патронов для пм и как же много места занимает швед больше чем дробовик ну зато патронов не жрет конечно инвентарь надо раскачивать его можно раскачивать окей это радует так хорошо в принципе понятно разбор вы получите ресурсы все окей создание создание паштет требуется рецепт нам показывает все оружие даже на что у нас нет рецептов ладно хорошо ясно понятно спасибо элеонора эргономика оружия грамотно пользуйтесь энергетическим огнестрельным и оружием ближнего боя чтобы эффективно распределять ваши ресурсы логично спасибо я понял спасибо я куда-то туда могу пойти а зачем мне вот вроде туда надо зачем мне зачем мне сюда архив вега 9 следующий раз будем качать что-нибудь у персонажа а подожди а нет смотри все правильно бля а ладно живем вроде одна ступень добавляет ряд или два ячеек одного ряда уже значительно будет ощутимее короче ммм чертеж для пм чё это значит я могу создать пм или это какой-то модификатор улучшатор у него не ясно и что тут там за дверью что-то есть а подожди внезапно там за дверью вообще-то закрывашка что летающая гайка низко полигональная а вот и шарик мы какой-то подобрали даже могу я же могу нет я не могу блин так напрашивалась трос висит почему вниз нельзя скатиться кто здесь а да шит что кто а тут турелька ну да это турель из портал вот прям вообще не прикрытая голая правда ты меня убьешь да есть интересы которые дропаются с какой-нибудь босса в жопе мира и двух сундуков так что я обнюхивал вообще каждый пиксель так не вступать не в не вступать в контакт с роботами хочу вам не предлагаете чертеж патроны для пм ну походу мне тут типа вниз но это как-то стрёмно выглядит честно говоря мне как бы один хрен туда подожди ну тут же вот тут зиплайн вот этот вот а кстати вот можно вскрыть дверку получается а а что еще надо а я не увидел снизу было оказывается лампы еще капец ну впрочем если бы туда скатился это бы в принципе ничего вроде бы и не дало если я правильно понимаю там все равно слева снизу вот взламывать дверку ладно блин а так так напрашивается но странно пойдем пунк так по моему тут ромашка там ромашка везде тут ромашки стоп что это что мы это что мы нормальный вообще для какой ты противный при этом уровень тревоги так никак и не меняется что происходит вообще забавно что ты не пошел за дверь не полез наверх и не поехал на тросе трос неактивный за дверью я был изначально вообще очень странно все получилось до преодоление препятствий ухты какие выступы интересные объекты за которые можете ухватиться часто выделены желтым цветом хорошо там вроде пара сундуков было я изначально туда пошел я за эту дверь попал с другой стороны вообще это вообще все очень странно не удержался купил предзаказ робокопа ну ты уже взрослый человек не мне тебя ругать как бы но выбор хороший классный выбор я вот робокопа вполне бы хотел пощупать ну что мне с вами делать тут вообще ну что мне с вами делать на трос надо залезть у его начала то есть выше так я же там был на крыше этого маленького здания блин я теперь наверх не заберусь да ну просто эксперимент поставить потому что как просто как мне очень интересно но видимо нет ни хрена уже да ладно терминатор от этой студии был крутым да все говорят и вот до терминатора у меня должны руки дойти или нет я не помню так это с другой стороны открывается никакой тревоги все прекрасно все замузло играл я в талос принципу нет поменять еще повернуть влево разница в 2 вот так там какие то это бродилки с головоломками талос принцип пол насколько я знаю да такое должно мне понравится руки так и не дошли впрочем как полагается мне сейчас я уже хочу четвертого сэма никакого уровня тревоги окей куда меня направляют а ну да там вот это вот хрената но я тут то есть я вот здесь могу пройти но здесь что то есть защита от лазера имеет смысл а стрелял всех тут через решетку вариант сдохни игра даже игр даже хороших как интересно сказано просто как говна выходит а интересное заявление заявление это же хорошо типа а сколько же еще не пройденного ммм 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 кнопочка это целый лифт Короче, я хрен знает, куда мы попали Видимо, надо бы пойти Надо бы пойти По основному пути Сверху? Да, сверху что-то есть Только как я туда залезу-то? Могу я так? А, я могу так А, фак В наличии снова попадешь туда Комнатушке с тросом Но он ведет вниз? Ну-ка, давай, давай Давай, давай Подожди, а это что? Подожди, а где? Нет, не-не-не-не-не-не Нет, нет, нет Нет Че это? А, нет, он вверх ведет Ну-ка, 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 ну-ка Ну-ка, давай, давай Внезапно неосмотренный один Так В принципе, мы можем сохраниться Так Ну, собственно Че, вот я был там Прошли мы вот здесь Поднялись Поднялись наверх Ну, понятно, что тут несколько путей Это понятно Мне интересно Как А, то есть Надо не на трос тыкать А на столбик И тогда это сейчас Сработает Ну, блин Зашибись вообще А я на трос тыкался Ладно, все Будем знать Типа Да, мы немножко Плюнули на золотой сундук Получается Да, ведь Мы шо не взяли Он где-то там Лежит Ладно Пока пойдет Пока, ладно Да Я могу сходить Но мне не хочется Это очень далеко Пока пойдет До первого Тараза Все-таки Альгоцех Мяу Потрясающе Я не вижу Эту раму Чку А Давай так сделаем А, нет А, все было проще Оказывается Могу, наверное Через верх залезть Я знаю, что ты здесь Бежать некуда У тебя 10 секунд Чтобы остаться Ха Че ты? Ну че ты? Че ты? Че ты? Че ты? А, это все-таки Петров А че он ругается пирогами? Как чувствовал, что этим закончится Волшебник, я П-3 Прием Волшебник на связи Ты нашел Петрова, сынок? Я нашел его труп Тело обезглавлено Голову размажило погрузчиком Кровавой труп У него в голове У него в голове были конли Посредством которых я рассчитывал Прекратить весь этот кошмар быстро Не усугубляя количество Уже имеющихся жертв Простите, Дмитрий Сергеевич Я опоздал Теперь придется решать эту задачу Другими способами Понятно Сынок При нем были кольца Два кольца, похожие на золотые Никак нет, Дмитрий Сергеевич Только свеча Я понял П-3 Немедленно отправляйся в комплекс ВДНХ У нас назревает проблема похуже Петрова Что может быть хуже Петров? На ВДНХ тебя встретит Михаил Штуххаузен Он поставит тебе задачу Поторопись Дорога каждая минута Как понял меня, сынок? Вас понял, волшебник Видать, в союзе Его только пирогами и кормили Возможно Так, то есть Мне надо две вот эти хреновины, да? А где вторую я оставлял? Наверху Не на том верху Че это? Будешь тягать внимательно Знаешь про пироги Это лор на момент Блин, хотелось бы Но в последнее время Видимо Внимательность не мой конек Сюда и пихнул, да? Ошибка Неблагоприятное условие Внутреннего микроклимата Вегетативного генератора Генерация электроэнергии Невозможна Колбы Колбы Тумбы 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 То есть Тумбы Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня Сохранение Голędом Голстук разрешен персонаж ну не знаю но можно конечно взять второе дыхание во время применения рывка вы застрахован от любого урона это же прекрасно вот это удобно и прекрасно а потом применение медицинских препаратов позволяет вам регенерироваться в течение нескольких секунд после их применения дополнительный реген дорого-дорого богата давай возьмем второй рывок 62 вообще можем взять скользкого типа паркур вы обучены группироваться при падении тонная ловушка так энергия персонажа даже рюкзак поэтапное повышение коэффициента компрессия делать ваш rdn более вместительным 75 падать без урона бесценно и вот еще тоже 2 по 75 пока по большому счету это прям так не нужно давай будем стараться рывками дорого но ладно купили к этому надо прийти через емкость кассетников что в принципе недорого мне как раз 27 полимеров прекрасно ладно пойдет пока что пойдет 4 выпуск ой мы ехали к кристине домой посмотрели штук 15-20 выпусков ну погоди удивились как их оказывается много на самом деле и все блин помнишь это было в поезде было без звука а звук и не нужен ты просто наизусть знаешь все эти фразы о как это называется культурный код а по твою мать откуда взялись такие монстры это трупы погибших солдат заражен на ростками победа какого побега не точно серьезно так они не видят но слышат сдается мне я ошибся да а какого хрена скажите мне почему они из ласта фас вообще пришли ладно все путем челка откуда ты а они мы не стреляем ни хрена скани врагов узнаешь слабые места д уязвимость к а и так далее ох бля интересный момент а вообще стал экономить не верю алекс вообще не верю ни разу в жизни не верю вот вообще не милимеса не верит ты просто охуеешь насколько я не верю что ты начал экономить но это было бы хорошо не завлекаясь даже большой скидкой из ближайших проектов интересует только агата кристи от микро из что такое агата кристи от микро из создателей сибири а это игра такая окей просто агата кристи для меня это музыкальная группа про нее я что-нибудь конечно бы хотел сибирь диктайше разочаровала в свое время поэтому вообще ничего не хочу от микро из видимо ну погоди и что это за меню х ухты тут есть радиальное меню господи она лучше чем в киберпанке просто потрясающе что это как же хуёво был выбор оружия в киберпанке вообще отсчет и открылась учили и читут становится еще больше смысле подожди то что за куда я попал кайфово расстрелялись энергии все потратили к херам она потихонечку восстанавливается в кибере я радиал не юзал тут постоянно нет я тоже там не юзал но мне просто хотелось я иду по мирному городу с пушкой на перевес хотелось ее убрать она убирается только через радиальное меню но в целом да это было не нужно я надеюсь что продержусь хотя да пока карточку до денег на продукты не пробиваю тратил капец ну удачи в любом случае в этом деле д поэкономить это конечно всегда полезно это не значит что до экономить прямо на всем и вся вот это вот все но дело то вполне себе полезное сейчас бы тратить и деньги на игры ха ха хотя радиал вообще для консольчиков и геймпадов сделан но он в принципе удобный когда у тебя хреново туча всякого оружия было бы радиальное меню в биошоке тормозящая игру дающая выбор не только оружие но и спец возможностей я бы так не плевался а то вот я вижу лужу в нее вошли три противника такой бля где у меня сейчас молния находится нажимаешь f4 там или через мышку переключаешься что еще более долго блять и ты просираешь момент да сколько же вас щелкуны а между прочим по радио играет меладзе а я еще не отключил стримерский режим то есть на заставку из ну погоди у нас авторские права а пугачёву и меладзе петь можно потрясающе тут конечно с этим все пищевой полимер от зама начальника комплекса младшему сменщику отдела сортировки семян скажите это вы автор этих строк в стен газете у полимерной технологии безусловно множество применений и свойств от программируемых систем до создания прочнейших сплавов но одна сфера мне не затронута нашими исследованиями совершенно и совершенно зря пищевой полимер точнее примерный носитель питательных веществ полимерный а представьте себе некий батончик или тюбик если угодно содержащий в себе интегрированные полимерную структуру пищевые компоненты мы можем создавать идеально сбалансированную пищу которая не портится даже вне холодильников способствует нормализации обмена веществ и много чего еще военные моряки туристы и конечно же космонавты на всегда решат для себя не только вопрос питания но и туалета так лунный грунт успех товарищи довожда вашего сведения что наша с вами работа дала плоды это не фигуральные выражения эксперименты по проращиванию в лунном грунте в условиях приближенных гипотетическим лунным оранжереем увенчались потрясающим успехом но зачем зачем создавать на луне какую-то базу и выращивать там что-то нет я понимаю что выращивать что-то нужно для житья но зачем нам обосновываться на луне сожалению ввиду важности и перспективности этой работы мы пока не можем обнародовать результаты даже среди непосредственных участников однако в скором времени вы все узнаете какой вклад внесли в науку спасибо вам еще раз товарищи лунный грунт секретно от руководителя комплекса вавилова замначальнику комплекса вавилова золотухина срочно засекреть все результаты по проращиванию семян лунном грунте все за исключением одного все образцы уничтожить о том что выросло из семян в процессе рассказывать и документировать запрещено присвоить единичным экземпляром статус красный 3 его пломбированном полимерном контейнере перевести на объекты сцп введение академии последствий академия последствий разработать правдоподобную легенду о результатах для сотрудников вероятно нам придется очень крепко задуматься о том что вообще мы знаем о нашем спутнике интересно чей-то чесник но пердак подгорел а там что-то было сказано про нестабильность каких-то тварей но по-моему не этих а вовчиков вовчики тоже могут взрываться в очередь сукины дети а вас уже немного тут сукиных детей ешь ананасы рябчиков жуй магнит вообще значит что я прокачав магнит это что это телекинез какой-нибудь не в первый раз вижу же такую дверь ладно два раз ёпст а да сука лять что что аааа чёрт джиг в писемте сейчас случится не лёть обычно это безоцветный герой как и физический дурак нормально нормально особенно сейчас чем она сможет атаковать кроме столкновений затрудняюсь ответить к ттх этой модели у меня нет доступа лишь бы у неё к нам доступа не оказалось выражаю полное согласие с вашей позиции ладно пошли искать колбу хоть двери в цех теперь искать не придется можно сразу через окно пролезть а полезное что-нибудь а как минимум оооо самая страшная серия вообще заяц заяц так чертеж средней капсулы вылазь ну окей погнали кто-то ко мне уже бежит серии где хоррор вначале тоже не кисло так обсирался не помню чё там вначале и где она может быть атаку установка выдачи немец с центром пример размещено на базе теплов поищи ну да пожалуй хороший еще один здесь был кто-то до меня ну ладно я думал какая то что значит потух а был ли кто-то еще да а кто-то еще да погибший ну все разговаривают ну он где-то слепанович тут все соточка упокоился товарищ вон полумбеков утром замолчал жалко молодой все потухли я вот пока держусь окей и вас это не удивляет как это не удивляет удивляет но это очень заняты вы вот кстати если выживете не забудьте об этом сообщить хоть что-то полезное из этого образа наука должна вынести идейный чувак чтобы и не вынес правдами и неправдами верно ну не любой ценой если вы намекаете на мою излишнюю уволечаться ну если уж возможно сюда и ставится ладно счастливо ага счастливо и вам не хворать что это товарищ майор такие колбы используются в прибыти полимерного наполнителя может пригодится да потому и взял слишком уж специфично выглядит хэ а а а что 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 откуда ты взялся так и чё и ну я не боюсь 35 отлично я тогда пользуюсь гигантские миксеры осуществляющие перемешивание исходного полимера в резервуар насыщает вещество анаэробными бактериями этот процесс происходит с заданной скоростью если скорость возрастет процесс ускорится где пульт управления его нет в нормальных условиях скорость процесса не варьируется но удар шока способен подать на их электроматуре повышенное напряжение так лор щебетари а мы чё столько щебетари не прослушали как советский ученый я всегда считал себя атеистом но сейчас могу сказать лишь одно смотрели на всем бог мы заблокировали фуникулерный танк мой милый Ви оставлять сообщение таким образом тоже стало опасно это последнее готовь ага Коля а что это за вовчики в черном корпусе обычные вов а6 меня слушаются и вежливые а эти в черном как бояль какие то ходят где хотят на приказы не реагируют а вчера он меня толкнул и даже не извинился даже жутко это не только на высокий социальный рейтинг реагирует что ли ответь как сможешь а то я нервничаю это мы тоже слушали а потрясающий интерфейс просто супер а значит так товарищи надо что то придумать со спорами грибов проращивания нам тут опять прислали робота говорят барахли мы вскрыли корпус а он внутри сплошной гриб мицели все полости запил ну что такое что там такого в полимерной среде роботов грибам нравится такими темпами скоро вместо роболаборантов у вас будут гриболаборанты хе хе вы же умные вот и придумайте что нибудь это не вова это марио это же прекрасная потрясающая отсылка на то что ленин гриб извините меня это вот прям так офигенно завуалировано через пень колоду просто потрясающе так нам наверх собственно вот там полимерчик сохранение сохранение леонора подозрительно все не ну я как бы подозревал что здесь имеется способ как-то обслуживать подвешенное под потолком оборудования и чё сейчас будет увеличить нагрузку на мотор для ускорения полимерного синтеза а может зря куда-то поехал надо быть осторожным падать придется далеко можно ушибиться ушибиться а вы активист работа чем не сделать прыгнуть давай 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 о о сработало как красиво бассейн засединился обращаю ваше внимание ремонт ремонт ремонтный алгоритм ну ремонтируйте чё не меня да не меня ёп а а п Это опасный типок Так, вообще Лечилок много Вполне себе можно не забывать их тратить Что? 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 Где? Кто? Кого? Куда? Ооо Рывок во время прыжка Нажмите shift во время прыжка, чтобы совершить Рывок в воздухе Блять А, да? Понял вас? Твари Так Как он делает этот рывок? Ох, опять эта хреновина Б Эй Э Э, блять Не то хочу сделать Я А, блять Тормуль Так Поменять местами Снизу, значит Красный Должен быть Как возможно Это одинаковые Вот так А Да Вот так Нет Не так Нам надо А почему они все зеленым слева Я не понимаю Немножко цели этого Ну ладно Оно хоть как-то работает Нет Ничего нет Ничего нет Полезного Немножко цели Немножко цели Какой-то Коман Осталось Осталось Ускорить Последний Осталось Осталось Остаться Без патронов Что происходит Я не понимаю Как в шмапе В старкрафте Где Больше двух клавиш Одновременно Нажать нельзя Не понимаю Никого больше нет Съесть Осталось 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 Кто это говорит Много вас Ребята Много Осталось 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 Так, а зачем мы это взяли? Честно говоря. О! Ха! Ядрич, что это? А в этом доме есть либо 9, либо 5, либо 34 этаж. Разве я в чем-то виноват, перед вами? Почему посторожено мне сломать? Извини. Твоей вины нет, я... На себе злился. Из-за чего? Я его убил, его же оружие, агрессивно настроенный робот. Неважно, я должен был взять его живым и не взял. Более того, Сеченов мне жизнь спас. Он мне вместо отца скрывает себя, помнит. А я его подвел. Ну, как раз за это можно было бы не переживать. Это обычная ситуация. В смысле? Прямо. Академик Сеченов вечно всеми недоволен. Ему не угодишь, как не старайся. Его профессионизм общее известие. Окружающие его разочаровываются. Да ну! Это полная херня. Неврополимерные перчатки не умеют обманывать, не так ли. Ну... Да. Опять все это дело не вовремя. Так, ладно. Лор. Щебетарь. После войны проблема с курением населения встала от сотеного острова. Масло в огонь подлил и товарищ Сталин, который своей трубкой задал моду на топах. Это проблема? Кстати, мы имеем нездоровую тенденцию. Я предлагаю ввести в товарооборот опытный сорт табака. Он почти не содержит дикотина и полностью лишен вредных смол. А главное, он постепенно вызывает отвращение к курению. В производстве сорт дешевый, им можно легко заменить обычный табак. И за пять-десять лет мы отучим смолить около двух третей курильщиков в СССР. Круто. Классно. Вот это идея вообще. Так, ну мне надо четыре штуки. Засияло деревце, красиво излучает, глаза радуются. Началась подготовительная фаза генерации электроэнергии. 49 фпс. Не, мы во что-то упираемся, кодировщик перегружается иногда. При этом, честно говоря, мы находимся в довольно закрытых помещениях. Я лазил в настройки, но ничего... Я в термоцехе часом не кремирую, ставь? Нет. Внутри лабораторных стендов термоцеха происходят технологические процессы, требующие повышенных температур. Но в помещении в самого цеха температура вполне комфортна. Но ничего не ухудшал. Хуже быть не должно. Ну, я так посмотрел, чё куда. Охренеть вообще! Я с этих токарников прям вообще, ну, потрясающе. Я не знаю, они тут на коленке что-то делали, я так понимаю. Да. Что это? Чертеж динамо. Осторожно. Совсем ничего, да? Чертеж динамо. ну класс сюда можно было не ходить выход обратно я так понимаю она вниз чё не носи бутылей без пробок кислота техника безопасности о киевшки похоже еще немного и котлы взорвутся что надо охладить траханье будем думать ухта надо же всего три попадания кажется слом жопы да это полный крестец криогенные элементы бойлер все просто как как взлом жопы так куда тебя впихивать до чё сейчас будет боже басков удивительный потрясающе надо отключить херам этот самый режим как о боже боже а почему с усами это тоже кто-то знаменитый должен быть не так 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 еще полезное это понятно оп так себе приделать так про название новых растений ну ладно там картофель марсианский или лунная пшеница вы придумаете очень скучное название но это все мелочи а улетим мы например на другую систему в альдебаран какой-нибудь я не знаю не разбираюсь в этом и вот садим мы там наш великолепный неприхотливый подсолнечник на его планете а он-то выходит уже и не подсолнечник потому что солнца то нет он получается под альдебарановик подумай над этим и еще над земляникой подумай потому что марсовика еще куда не шло а вот венерика уже за грани добра и зла о господи хоть кто-то поднял эту тему вы догадывались что землетрясение приземление это действительно вещи связаны не с поверхностью как таковой земля а с планетой земля поэтому при лунении при марсинение и марсотрясение это все так никак мне отказали вавилов зарубил мой проект безрассудно форма превалирует над содержанием сказал а какая идея если мы смогли сделать побеги зачем нам выращивать просто морозостойкие или жаротерпимые растения если мы хотим заселять новые миры может мои растения создадим там новое вот смотри я люблю наш русский березовый лес но если я лечу скажем на кубу то я хочу видеть там пальмы и тростник что-то новое не должны на марсе свести блин яблоки там должны расти попыляющие марсианские улей кактусы или ползти стебли электропроводящего плюща у нас есть возможность новый невиданный мир создать а мы капсулу везем туда в капусту бред понятно про побеги прочтите внимательно это не шутка вчера в рамках утилизации органических отходов выбросил секцию разведения побегов несколько цельных туш свиней погибших во время опытов сегодня мы опять просматривали записи чтобы понять куда пропадают вовчики я обнаружил что свиньи перемещались по территории секции и даже пытались выбраться наружу к сожалению к моменту когда я до них добрался туши уже были съедены возможно мы чего-то не знаем о побегах я настаиваю на тщательном изучении этого инцидент так вовчики и пропадали из-за побегов час 45 хорошо да ладно так мы закинули я так понимаю это все можно а да где эта фигня то есть настраивать трубы нам не надо до чёпст подожди она же а вот он чудесно так вас понял а жаль а музыка из фильма нечто карпантера меня похоже башка поедет от всех этих надуманных отсылок а где где эти штуки тут хранятся я потерял из виду вот они согласен есть вовчик кончай так сейчас сначала надо маршрут разработать я считаю что это вообще приду я уже задолбался шары по трубам таскать слушай не говори ради того чтобы покинуть комплекс модел почему просто не выйти через нормальную дверь к сожалению есть только ненормальная к сожалению есть только ненормальная прекрасно сказано так здесь надо не очевидно пойти перпендикулярно и все будет болер да нет нет а табли о чё там на стене написано ёбаные пироги и я вижу ух ты командная работа так как мне попасть туда забейте колбу сжал сжаростол и сжаростол таким полимером это где-то назад причем вот здесь вот лестница это ту которая помогла предателю петрову убить сотни людей не жива ползать особо обращаю ваше внимание на то что доктор пилатова не должна пострадать в случае возникновения угрозы ее жизни вы должны обеспечить ей защиту что спасать твари за которой тут кровище поколение какого хрена предатель петров использовал пилатову темную она не догадывалась о его истинных намерениях я имею ввиду степень кровожадности этого маньяка убийцы степень ее вины должен установить суд не много ли честь вполне достаточно доктор пилатова известный нейрохирург экстракласса именно ей академик сеченов поручил руководить исследованиями в области сочетания людей и роботов в едином коллективе она не должна пострадать вам все понятно товарищ майор учту понятно так лор 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 щебетарь а понял м 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 Без всяких этих ваших послаблений ни жалости не надо, а уважения. Ну ничего, скоро я вас всех обгонять буду. Вот, и он решил присоединить к себе чё он себе вставил, очень интересно. Так, сейв. Так, надеюсь, мы вообще хоть там, где как бы надо, как бы. Жёлтый сундук, между прочим. Ах, прекрасно. Для чего предназначен термоцех? Он производит жиростойкие полимеры. Но основное направление проводящихся тут исследований — поведение жиростойкой флоры. Круто. Полимеры здесь обогащаются эфирными маслами каптаций Целеруса — кактуса. Благодаря этому здесь выводят группы растений, адаптированных к высоким температурам. Хотят пустыню на сне? Почти. Они планируют озеленить нас. Вообще, конечно, да. Ещё до шестидесятого года, я так понял, на Марс они уже попали. В принципе-то. Продуктивненько тут. С этими полимерами. Алекс, главное, чтобы нравилось. А иначе, как бы, на кой хрен тебе, собственно говоря, игра-то? Играй себе в своё удовольствие, качай этот боевой пропуск. Так. Фигня. А, подожди. Подожди, тут есть другая платформа. Игра снова начала нравиться, занят. Бля. Занятно. Так. Офигенно. Просто потрясающе. Что происходит? Ну. По-моему, не шевелимся совсем. Да. ОВАР на первом месте. По негативным отзывам. Даже не просто в сотне обоссанных игр А я написал положительный отзыв, получил награду клоун Так они ж игру-то, да, я знаю Они игруш не за геймплей ругают А вообще за другие вещи То есть это, конечно, странные наезды на игру Вся аудитория такая Люди, одним словом Блин, вообще можно там А это в Киберпанке был двойной прыжок Здесь двойного прыжка вроде не было, да Ауч Ауч, ну ладно, попытка не пытка Предназначен термоцех Он производит жиростойкие полимеры Но основное направление проводящихся тут исследований Введение жиростойкой флот Круто Полимеры здесь обогащаются эфирными маслами Каптацией церенуса Каптус Благодаря этому здесь могут группы растений Адаптированных к высоте температуры Катер пустыни Почти Они планируют озеленить массу Интересно, эта штука может быть подвинутой Или мне по веточкам надо попрыгать А может и не по веточкам, да Никто на меня тут не нападет А вот в горячем суху Что вот значит жарко Жарко ему К нам на уровне До столевара поработай Хоть на полставочке Ядрит твою укачать Ну, ну хоть здесь все просто Пора возвращаться Пока тут какая-нибудь хрень началась Вот где закаляется человек Ах, ты дочками своими сидит Жалуется Ты мне это дело, Кирилл, брось Мы крокодовы Мы не жара И трудностей не боимся, ни хрена Нам хоть меч Хоть вулкан прыгает, понял? Так что давай, братки, ной К лети повновят Всяка легче будет А кто ноет Тот говна не стоит Ахахаха Хорошо сказано А эти Желтые Бля Эти желтые чемоданы Не так просто взять Вполне себе Неплохие секреты Как я погляжу Так А я простой столевар Куй с нами О, тоже неплохо Два чемодана Так Стекло на месте Тыры снизу нет Можно попробовать Хрен Не знаю Есть ли возможность Эти платформы Как-то шевелить Но вообще С этой платформы Можно туда и наверх Там дальше идет Плюс-минус Путь Вроде те чемоданы На платформе Берутся с балкона Напротив Там еще один Вход в это помещение Это очень сложное Предложение Это очень сложное Предложение В любом случае Ну тут кажется Какой-то жесткий Платформинг Надо Путь Надо разрабатывать Путь Ладно Ладно Храсс Что известно О девчонке Петровой О докторе Ларисе Филатовой Я так и сказал Так ты в курсе Кто такая А чего молчал Доктор медицинских наук Лариса Филатова Работает с академиком Сыченова Много лет Талантливый Нерофюрор Ученица И системка Товарища Захарова После гибели Профессора Продолжила его работу На сегодняшний день Преступница И предательница В общих чертах Понятно Жалко Симпатично Нео Колорад Жук Бля Новый колорадский Писос Испытания Успешно завершены Совместными усилиями Команд Вавилова и Павлова Выведен новый вид Колорадских жуков Клин Клином вышибают Кстати породу Так и назвали Жук Клин Новый паразит Поедает только Вредное растение Амброзию Такое растение Есть И почему У него такое название Циклохену Полынь И Болиголов С последним С последним Личные счеты У меня От него У меня Собака Померла Из-за токсичных Веществ Сложное Сочетание В организм Жука Сыда И прочее Вредное Вещество Один паразит Жрет Другого Красота Собственная Фабрика Я бесконечно Уважаю Чешскую Мебельную Фабрику Но у меня Есть отличная Идея Давайте На мощностях Вавилова Сделаем Свою Локальную У нас Много Заключенных Набирается В последнее Время Да Ощущается Слово Его Добавить И запятую Где-нибудь Все-таки Хотя Можно Без его До жука Запятую Поставить Тоже Но Не суть Мы Поняли Возможно Для вас Ученых Это просто Ненужные Деревца Я вижу В нем Потенциал Снабжали Бо еще Предприятие Собственной Мебели Из уникальных Пород Отличная же идея Плюс Каждый Набор Мебели Будет Как говорят Французы Ля Эксклюзив Операция Амазонка Подготовьте Документ Постановлении В Амазоне Намечается Кризис Из-за Промышленного Разгильдяйства Капиталистов Площади Лесов Вымирают Со страшной Скоростью Товарищ Вавилов Поручил Мне собрать Комиссию Для решения Проблемы Пока Предполагаем Создание Быстро Растущих Тропических Деревьев С более Прочной Корневой Системой Самая Главная Секретность Мы Обычно Любим По всей Земле Трубить Как Помогаем Слаборазвитым Странам Но Здесь Эту Катастрофу Нужно Предотвратить Без Палево Так Второй Есть Капец Тут Квест Генератором Тут Все Стихии Да Вот Совсем Другое Дело Раствела Наша Красавица Начался Процесс Фотосинтеза Состояние Дерево Быстро Улучшается А что мне Открылось Вот Нужна Колба А Где Альга Цех Горячий Цех Там Мы Были Так Пестицидный Цех Холодная Лаборатория Так Видимо Это Нам Открылась Да Огромными размерами Листьев До 4 метров В диаметре Знаменитая Виктория Регия 4 метра Встречающиеся В заводях Амазонки Листья Этой гигантской Кувшинки Могут Выдержать Груз До 75 Кило Я могу На них Плавать Ядрить И сразу Полетел Ремонтировать Оп Фризончик А почему Просто Почему А че Удивляться Хорошей Оптимизации Игры На самом деле Здесь все Такое Коридорное Но Локации Маленькие Однако Пестицидный Цех Куда Куда Открышь Чертеж Паштет Это прекрасно Большого Большого Ресурса Уже Имеется Уже Имеется Уже Имеется Расходники Боеприпасы Кассетники Улучшение Есть Че Кстати Вот это Неплохо И вообще Даже и Недорого Это нам Дает Лишь Скорострельность А это Дает До Хрена Всего А давайте Делать Хорошо О Паштет Бери Звездочка Будет Потом Вообще Заебись Ну Паштет Постатам Вроде бы Ничего Так Кассетный Модуль Так С этим Пока Все Но Прокачку На дробовик Я сейчас Доволен Далее Швед Ну вот Да Урон Ниже Да Вообще Все Ниже Вообще Мы вот Хотим Вот Этот Модуль Но У нас Что У нас Нет Рецепта Местонахождение Полигон 2 Вид на карте Вот эту хрень Я не понял Вот эту хрень Я вообще Не понимаю Это мне Должно Что-то Куда-то Указать Где мы Находимся Что-то Как бы Двигаться Там По карте Там что-то Непонятно Пока С этим Да Все Здесь Скорострельность Вообще Скорострельность Не помешает В принципе Бем Эми Генератор Здесь У нас Добавляет Специальную Атаку Добавляет Специальную Атаку Увеличивает Заряженный урон То есть Вообще Мне блок А Энерговампир Это другая Специальная Атака Просто Так В принципе Даже Это Имеет Смысл У нас Нету Просто Материалов Хорошо Этих Материалов Тоже Недостаточно Кстати Говоря Да Ты просто Знаешь Где искать Апгрейд Но Где сам Полигон Пока Не знаешь Да Это Прекрасно Конечно Так Пока Видимо Все Хорошо А А А А Да Понял Побег Был выведен В качестве Корма Для крупного Рогатого Скота И быстро Продемонстрировал Свою Эффективность Но Кстати Побег Что-то Не так А Тут Стекло Отлично Прекрасно Замечательно Ядрить Корова Половина Коровы Под водой Ошибись Нет 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 Что-то Не Чего-то Я недопонимаю Кулица Убийца Просто Прелестно Есть Офигенный Инди Хоррор По поводу Куриц Убийц Может быть Поиграл Он Кооперативный Нет Наверное Не поиграем Так Что не так С этой Так Взял И Уводи В любом случае Я лично Крайне Рекомендую Пройти Все полигоны Они классные Это плюс 10-12 часов К игре Щупаный Отхлебанный А у нас Гранаты Нету Вообще Какой-нибудь А какого Хрена У нас Нет Гранаты Лучше Не привлекать Мои Мы его Уже А Тут Все Еще Стекло Ну ладно Как тебе Графон Очень Странный Вопрос Ну Нормальный Симпатично Даже на средних Настройках Прям Хорошо Вон Отблики От гладкой Видимо Покрашенной Стены Вот Все так Пошарпан Текстурировано Текстуры Кстати В отличие от того же Киберпанка На средних Текстуры Четкие Я могу Прочитать Лист бумаги Нормально В Киберпанке Иногда были с этим Проблемы Даже Что я там Говорил до этого До разговора С этим чуваку Ну ладно Так 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 Вы видели Как все Начиналось Может А Вспомнил Вот падла Хорошо Как все кончится Приду Так 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 Что Тут еще полезного Вспомнил Что я хотел Говорить Но Это уже Лицензионная игра Поэтому В принципе Есть дополнительный стимул Пройтись По побочкам И так далее Так что Скорее всего Да Буду Скорее всего Пока что Буду В конце Концов Да Игра Как бы Пока все Нравится Поэтому Будем Зачищать Что там Есть Личная просьба Добрый день Печатать особо Некогда Запищу Щебетарем Хорошо Бесит Витя Магистраль Магистраль Проложим Как только Минфин Одобрит Заранее Спасибо Памятное Поздравление Поздравляю с назначением Товарищ Золотухин Пост Заместителя Кошмар Голосовухи Большая ответственность В наше время Основной задачей Является Обеспечение Советского народа Продовольственным сырьем Что требует Особого внимания Но уже В ближайшем Будущем Первые Значимые Шаги Человека В космос Начнутся Отсюда Отседова Вам Как выдающемуся Ботанику Предстоит Руководить Созданием Целых Систем Растений Предназначенных Для формирования И освоения Поверхностей Других Планет Мы с товарищем Сеченом Побеседовали И мы Оба Очень Рады Что вы с нами Витя Пойми Мы не просто Хотим Засадить Луну Кукурузой Мы хотим Сами Надкусить Яблочко На Марсе Сказал-то Хорошо Нафига Так Отдел кадров Отправить Неелову Срочно На лечение В больницу При комплексе Павлов Срочно Товарищ Золотухин Коллега Голубчик Мы с вами Толком Познакомиться Еще не успели Но Уверяю вас Стоит вам Посетить Наш театр Под моим Новым Руководством Как имя Режиссера Ласточкина Запомнится Вам навсегда У меня К вам Небольшая Просьба Можно ли Нам Каких-нибудь Интересных Цветочков Ваших Прислать А то Зелени Маловато И хотелось Экзотики Если вы Понимаете О чем Я Прошел Слушок Что У вас Там Чуть ли Не Какие-то Ползучие Кустики Появились Так Я бы Взял Десяток Чтобы Высокопоставленных Гостей Поделить С меня Разумеется Причитается Всегда Ваш Стефан Ласточкин Стефан Ласточкин Да Франсуале Пен Что это Что я делаю Не так Ну Серьезно А Я манал Короче Ой Сарям Бак Это Что Вообще За место Холодный Цех Вот Решается Проблема Существования Организмов В условиях Безвоздушного Пространства Как Озеленит Луну Что В том Числе Спектр Исследования Самый Широкий От Примитивных Одноклеточных Растительных Форм До Сельскохозяйственных И прочих Животных Сельскохозяйственных 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 Уязвимость Что это все значит Вообще Устойчивость К огнестрелу И электрическому Огнестрелу Ромашка Интересно Тут у вас Аквариум Мне кажется Нам из Павлова Какой-то Дрять Шлет Да ты просто Не разбирался У них там Другие Полимеры Свой Подруги Мы в них Выращиваем А они Ими Сращиваем Понял Нет О Курица-убийца И Похрену На все Оп Ах Шевелиться Не могу Все плохо Черт Вот не мог Шевелиться Просто и все А Анимашка была Убийство Ну ладно Блин Курица На все Насрать Я только Из-за нее Туда пошел Заглянь Загляните Загляните Калионоре Даже если Она вам Не очень Нравится Совет От Храза Их Анимашка 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 так ребята откуда взялись откуда вы взялись не ари а еще живой никакого повышения тревоги а да я думал камера меня уже не заметит через стекляшку ну да это было глупо а компьютер принял за начальник лаборатории и чо Замотнице в вашей средней рабочей сессии. Че нам надо? Не то. Другие куры и еще одна свинья. И здесь я такого не вижу. Субтитры делал DimaTorzok Так, это не то. Так, то. Ну если я вообще что-то правильное делаю, я просто делаю, чтобы здесь были зеленые галочки везде. Очень долбанутый какой-то кодовый замок получается. Показалось? Показалось. Тут должны быть еще курицы и еще свинья. Но здесь... А, ну вот да, есть. Ну и... Что-то еще осталось. Жесть. Класс. Черт. А что, компьютер дымится. Эм... И где мне эту искать? Вот эта громада. Столько колумб в одном месте мне встречать не доводилось. Здесь выводится растение для колонизации Луны и планет Солнечной системы. Барса и Венера. Только сейчас здесь нихрена не работает. Нам нужно в рубку управления. Черт. Одни трубы. На стене имеется лазерная реактивация питания. Разберемся. Не привыкать. Ну, давай. Тогда я нихера не понимаю. Вот... Вот в прошлый раз почему-то... Ладно. Сделаем, как в прошлый раз. Ладно. Ориентируемся на начальные лампочки. А то, что они потом вместе все зеленым горят... Видимо... Пофиг. А, и все? Ну, так я тут подожду. Дверь закрой, и все будет пучком. Я чувствовал, что спокойно дождаться не получится. Сука! Да что же с ними не так? А что? Я должен сделать. Голуба наполняется только при поддержании цехи оптимально низкой температуры. На питание холодного воздуха обеспечивают вентиляторы. Они не должны отключаться. Не позволяйте побегам взлетать и нарезать самопрощающим. Так бы сразу и сказал, блин. Черт, вентилятор вырубила. Попробуй теперь запустить его шагом. Товарищ Вавилов, тут аспиранты затеяли занятную забаву. На секционных грядках играют в кресты-киномики. Один сзадит кукурузу, второй томаты. По очереди. Решение называется вслепухи. Я сначала хотел их отругать, а по сути думаю, средичный вид досуга. Самые настоящие шахматы. Наватерские. Ооо, точно Dead Space. Все, я понял, как эта хрень работает тогда, значится. Ооо. 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 muitos там сраться%, наверху. Типа, на самом Taba Двери тут adrenaline. Оооо. Поехали. Поехали. Система уйдет. А чё её перезапускать-то? Четвёртый! Четвёртый! Аж... Чё у вас так много-то? Зомби хреновы. Я слышал, кто-то где-то летает. А всему... Встану, бля. Я не нажимал. Икс. Нажимал В. Как бы, ладно. Спасибо этому дому. Пойдём к другому. Валим отсюда! А, всё-таки эта дверь открылась. Хорошо. Где ты? Валим, валим. Ваши сраные колбы. Любите же вы их везде вставлять. Это дай традицию. А, искренне рекомендую вам пересмотреть традиции. Я уже задолбался на каждом углу колбы искать. Да. Герой, конечно, прикольный. Читает мысли игрока. Это не то, чтобы прям что-то задолбывающее, но мысль такая приходит. Типа, какого хрена? И чё? То есть, как бы, серьёзно они предлагают вот просто вот спрыгнуть? Высоко. Ну, давай. И мы получили урон. А чё так? Ну, ладно, хрен с тобой. Нет? Так, не работает? Щит. Ладно, патроны есть. Да. 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 Да быть такого не может. Дождались наконец. Чё мы там дождались? То, что они кончились. Было бы неплохо. Ебаные пироги. О май! О май! Ах! О май! Готовчинка. Как же много дают лечилок между тем. Бля. Не знаю, все время как быть с последней вот этой вот. С последней вот этой вот. Ты слышал то же, что и я. Я всегда слышу то же, что и вы, майор. И что скажешь? Походу, он ничего не скажет. Кто это? А что за контейнер мы сейчас брали? Блядь, насос. Борщевик необходимо постоянно опрыскивать. ПА-4 скоро закончится. Нужно, чтобы ты нашел контейнер. Скорее! Борщевик. Так, ладно, контейнер. Как он погибся хотя бы? Желтый такой бидон. Быстрее, нужно взорвать его. Найти желтый бидон, иначе нам не жить. Желтый бидон. Ну и где искренне? Полимерный контейнер, майор. Они всегда желтые. Найти его не должно быть трудно. Сохранение, да. Запись первая, 16 апреля. Жужа. 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 Фу, решаешь. Вызванные полимером... Жужа. ...через месяц наблюдения за объектом ЦП-388-морщевик было обнаружено необычное поведение. Да. Растение может питаться путем эндогитоса. Выработало способ отслеживать, с какой стороны ему подается пища. Ну, в нашем случае, убегательная смесь. Чтобы вытягивать свои побеги в соответствующую сторону. Ладь, а у нас есть его на ужас? Что это? Почему это? Зачем это? Почему это? Ну, да ладно. Пойдите, штука устойчивая. А, к электрическому урону, насколько я понял. Вполне себе. За три выстрела бьются. Тут я вспомнил про рывок в прыжке, кстати говоря. Блин, он где-то мог пригодиться, наверное. Размажет. Я в восторге, блядь. Борщевика. Жужа. Показала, что в растении стали преобладать посторонние гены. Что ты там жрешь опять? О-о-о-о. Это цветос. Страдьем. Это... Это объясняет способ питания растения. Например, использование степей для захвата пищи. Так, сейчас, секунду. Жужа, что ты там жрешь опять? Тьфу. Бедная Жужа. Видимо. Скорее всего. Так, что это? Рельсы? Меня терзают смутные сомнения. Для чего нам эти рельсы? Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ага. Матреон. Мартена. Раствор полимерный. Подожди. Это же не бидон. Это же не то, что нам нужно. А, ну вот это еще круче. Доставьте цистерну к воротам. А, так какую все-таки? Кто здесь? Кто здесь? А, это что? То есть... А-а-а-а. Пульт управления от определенных вещей. Подожди, можно вручную запрыгивать. Но там закрыто. Как быть? Десные электромагнитные платформы и кнопочные пульты, разбросанные по всему цеху. Офигенно удобная система управления. О, да. Что тут за дебил? Так. Цистерна вот это. Кто это? Доставить нам ее куда? Вот туда. К воротам. К воротам, к воротам, к воротам. Вот сюда, скорее всего. Значит, здесь мы поедем. Еще ворота есть. В принципе, все правильно. Хорошо. Как эта штука передвигается? Это и есть желтый бидон, блядь? Серьезно? Угу. Бидон, блядь. Да нет, тут рядом ни хрена. Надо целиком цистерну везти. Этой гигантской твари как раз хватит. Поддерживаю. Бидон, блядь. Бидон, блядь. Так, у нас времени 15. Я не уверен, что мы закончим с этим бидоном, блядь. С этим бидоном, блядь. Дважды лять. Сука. Я не понимаю, о чем я делаю с последним пунктом. Насколько мне известно, игроки на западе ненавидят эту задачу. Она не кажется сложной, она кажется муторной, но я пока не понимаю, как мне двигаться стерну. Но разберемся, конечно. Это, кажется, такая мутотень. Эту загадку в Half-Life и не любил. В первом, кстати говоря. Бля. А так, как бы, конечно, ладно, все. Ладно, мы поняли, это экскурсовод. Сейф. Сейф. Есть мысля. Есть мысля, что стрелочки. Телекинас. Спользуй телекинас, чтобы двигать платформу. Блин. Куда и зачем мне ее двигать? Не надо ее двигать. Зачем мне тебя двигать? мне не надо поворачивать потому что цистерна здесь так то есть это сюда это а шит я о нормально так ага теперь уже туда естественно едем мы в обход а дальше чё хрюк мяук а почему к этой платформе ничего не ведет блин ладно любом случае это вот это вот а я должен легко туда попасть в теории разве нет а ну да если пододвинуть платформа а ее кажется нельзя а ну можно нет нет я не знаю что это было что такое что пройти бы этот квест грёбаный а да это работает хотя не очень понимаю почему именно так а какого хрена тут еще сука тут еще что то есть у него вроде бы из богу бля ладно будет видно так что там есть прикольно интересно черная стена вот вроде бы нам не нужно ладно по крайней мере пока похрен короче мы пододвинули мы пододвинулись вот сюда вообще как я сюда взбирался в тот раз что-то попадал как-то или нет эти платформы управляются именно отсюда а я разве ну по-моему я там стоял у меня ничего не работало я прикола не понял я сейчас что-то путаю ладно ближайший способ залезть наверх это здесь а вполне вполне походу я здесь не был хотя вот кажется на знакомом так а вот как можно ее отвернуть а он почему-то не едет рывок во время прыжка спасибо то есть я хочу оттогнать а оно не отгоняется а почему на эту платформу может быть надо нет но управляем же мы вот этой так только почему то она не едет а нам надо ускориться ебучий пироги стараюсь подожди я не понял хотя чё пойдет ведь вот теперь туда куда заебись а я на этой платформе был похоже а там что уволился прикольно вот очень похожая платформа куда поехал никуда не не и он не упал не д не 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 Почему? Они все... Эти мертвые, они все какие-то чокнутые. Я вам точно помочь не смогу. Спасибо. Так. Блин, ну мне же не туда. Ну мне же не туда. Там же было... Ну там только просто кнопка с инструктором гребаным. Это вообще что такое там большое светится. Я не вижу панели управления сюда. Да. То есть гребаный шкаф. Страшные звуки. А, шкаф понял. Это Леонора светится. Я же так зовут, по-моему. Так. Пошли сюда. Тут как бы вроде вариантов особо больше нет. А, мне даже прям на пульт сейчас показывает. Так, куда? Тыц. А-а-а. С тараном? Серьезно? Курение влезет вашему здоровью. Ты нашел контейнер? У меня закончился ПА-400. Если что-то срочно не прострелять, там крышка. Да нашел, успокойся. Глянь вниз, вон твой бидон. Знаешь, чем стоило мне доставить его сюда? Бидон, блядь. Блядь. Не так. Он от этого не умрет. Его надо было взорвать. Твою мать. Чуть теперь ел, тем проснулся. Надо поджечь полимер. Дай сюда сигаретам. Разве полимер загорится от сигарет? Беломор, кстати. Да. Сдохни. Твай. Серьезно? Глаза. Живи, чел. Блядь, сука. С ногами. Мужик, ты как? Нормально повезло. Суха, побеги. Вставай быстрее. Я застрял. Я не волнуюсь. Не слишком много. Давай быстрее. Пытаюсь, блядь. Если доберутся до нас, то конец. Лучше, чтобы не добрались. Они все ближе. Вставай, вставай. Пытаюсь, я пытаюсь. Не, путь уже. Нет, ребят. Поворите. Слышите, муциям. А, чёрт. А, чёрт. А, и всё, что ли? Ох, мужик. Да, я догадался, блядь. Охренеть. Охренеть. Делать вам. Зашибись. Так, умение эксперимента, уникальный опыт. Вы можете сбрасывать навыки и перераспределять возвращенный нейрополимер для использования другими умениями. Если вам надоедят старые или захочется помять стиль игры, штрафы и наказания не последуют. Экспериментируй. Кайфово. А, да. Я думал, сейчас, конечно, босс батл будет. Отчасти, наверное, разочаровывающе, но... Офигенная фигня. Такая тёмненькая игра всё-таки. А чё вас стало как-то так много? Какие-то вы оживлённые все ребята. А, ну, конечно. Чё? Крупный култыш? Нет? Так. А, ф-ф-фак! Чем он там разбрасывается? А, ф-фак! А, да. Слушай, у него чё-то на спине интересное. Всего-то? Ух. Сдохни! Так, какое? Это же еще не все. Там еще должен быть холодный. Да. Так вот, говорят, прокол будет. Еще одна осталась из холодного цеха. Время у нас уже вышло. Жаль, но квид с березой мы сегодня выполнить не успеваем. Занудная береза, да, вообще. Подожди, холодный у нас есть? Тот все-таки был холодный. Я думаю, я шел в пестициды. Ну, правда, я думал, я шел в пестициды. Оказывается, первый был холодный. Я поэтому и думаю, мы уже взяли колбу. Окей. Дело сделано. Ворота открыты. Мы можем покинуть копья слабилов. Не прошло и года, блин. Надеюсь, больше я никаких сраных колб не увидел. Да. Ладно, окей, разобрались. Вообще, изначально мы увидели дерево. Я подумал, ну, это особенное дерево. Там и сказано, это гребаный генератор. Мы из него сделали обычное дерево. Обычное дерево, генератор. Ладно, пойдем искать сейф. Возможно, посмотрим на выход из Вавилова. А, видимо, мы и посмотрим на выход из Вавилова. Там все равно будет автосейф. Ура! Самый, ладно. Помогал. Живой хоть? Хоть вопрос и не имеет смысла, но спасибо. Ну, я же перчатка. Я какого уходить? Ну? Нам позволяют еще пошариться здесь. Ну ладно, заканчиваем. Конечно, хули ждать-то. Харас, как погиб Харитон Захаров? При загадочных обстоятельствах. Подробность силы смерти неизвестна никому, кроме академика Сеченова. При загадочных? Разве Дмитрий Сергеевич не рассказал, как все произошло? Разумеется, рассказал. Считается, что профессор Захаров поскользнулся и упал в лабораторную ванну с экспериментальным нейрополимером, представляющим собой агрессивную среду. Черт, жаль человека. Но что же тут загадочного? По странному стечению обстоятельств, не сохранилось никаких видеозаписей этого печального эксперимента. Хотя все подобные процессы тщательно документируются. Но бывает такое. Камеры могли вырубиться. Или данные не записались. Вполне возможно. Еще одна странность заключается в том, что полимер не является агрессивной средой и не способен обидеть человека. Вы прекрасно через него плаваете. Да. Это... Да, но... Может, этот полимер был единственным таким экспериментальным образцем? Опасная разновидность. И это вполне может быть. Но разве профессор Захаров мог не знать о том, что экспериментальный образец, с которым он работает, агрессивно, если он сам жил его и создал. Мерца с флагоземом Пересочинова. Ну, чертовщина какая-то. Пользоваться подъемником имеет право лицо. Прошедшее обучение, имеющее допуск к работе по безопасной эксплуатации грузового подъемника. Перед началом эксплуатации подъемника необходимо проверить правильность закрытия всех дверей, отсутствие посторонних предметов в зоне установки подъемника, наверное. Лесная, у нас есть где искать нашу станцию. На красной ветке. Идем. Мы, походу, можем даже вернуться назад. Кажется. Не знаю, вот кнопка есть. Я, мысль. Ну да, мысль. Ура, собственно говоря, тут и сейф, и Элеонора. Никаких промежуточных сценок не произошло. Никаких. Собственно, видимо, мы с Элеонорой поболтаем в следующий раз. Попробуем что-нибудь качнуть, не качнуть. А здесь у нас... А здесь у нас что? Ура, мы на поверхности. Мы вышли из Вавилова. Да пофиг, нет? А, класс! Они сейчас подчинят что-нибудь на нашу голову. Ну вот. Ура! Был ролик, который мы посмотрели между локациями. Ретранслятор гриф и ВЗУ ветролов. Гриф связывает данный регион с экосистемой. Он находится в воздухе благодаря энергии от ветренного генератора. Управление грифом? Возможно, через терминал. А нахрена? Я не понял. Любая враждебная активность на глазах камер ромашек приведет к отправке сигнала второго уровня тревоги. Ура! Про уровень тревоги. На ближайшую фабрику для вызова дополнительного подкрепления. Хорошо. Вот. Все отлично, прекрасно. Назад зайти мы почему-то не можем. Но мы благо там сохранились. Мы все это посмотрим еще раз заново. Чуть-чуть задержался на 10 минуток. Прогресс есть. И, в отличие от предыдущего раза, как-то да, все более плотно получилось. Привык к управлению, к нюансам. Хотя глюки какие-то случаются, если это можно считать глюками. А пока что пойдет. Ладненько. Завтра, не знаю, буду я играть или нет. Вообще. Ну, пока все клево у Рашеньки. Спокойной ночи.